Друзья, Саша расскажет о своей первой американской мечте и как она сбывалась. Рассказывай, Саша. 81 год. Да, после приезда, на следующей неделе после приезда на те несчастные несколько долларов, которые у меня были, я купил джинсы. Ну, сбылась мечта идиот. Почем брал? Я не помню, они были 15-20, но я пошел в хороший магазин, я вошел в Мэйсис. То есть я шоковать изволил. Ну, я в них ходил. Ходил месяц, два, три, четыре в них. Это были мои главные штаны вообще по миграции в то время. А потом кто-то мне сказал, что такие магазины, как вот Мэйсис, Нимун Маркус, они могут тебе поменять джинсы. Вот ты придешь и скажешь, тебе не нравится вот это, вот что-то вот тебе вот не сходится где-то, или где-то вот тебе морщит, или где-то тебе не так комфортабл, как хочется. И те поменяют. Я говорю, да ну. Мне человек говорит, ну вот и гадом буду. Я решил попробовать. Я решил проэкспериментировать. Прихожу я, значит, в Мэйсис и приношу свои джинсы, которые уже к тому времени были достаточно потрепанные. А квиток был у тебя? Рисит? Нет. Но вот эта вот фирма, она продавалась только в месяц. Они действительно сразу увидели, что вот это вот было куплено здесь. Я сказал, что я купил это за кеш. Значит, эта женщина так очень брезгливо вот так вот двумя пальчиками приподняла вот мои джинсы, посмотрела на меня и, наверное, все поняла и решила, что со мной она не хочет даже связываться. И они мне поменяли джинсы. Вот тут я решил, вот и кантри. Поперло. То есть, действительно так. А потом я узнал, конечно, что все вот эти вот иммигрантки, они берут самые дорогие платья и на один вечер, а потом опять снова... Это было очень массово, я помню. Да, да. Но чтобы сдать джинсы, вот так и проносив их 4 месяца, я такого не слышал. Вот это было такое... Но в этом разница между большим магазином серьезным и не маленьким. В маленьком там у тебя есть месяц или там 30 дней. В смысле 90 дней. А в этот ты можешь через год принести, а они, в общем-то, не отказываются. Да. Вот даже мне, вот в то время, мне, человеку, приехавшему из России, пожинать плоды капитализма, мне, даже мне стало стыдно, после того, как я увидел выражение лица этой женщины, она посмотрела на меня, и, наверное, ей стало меня жалко. Если я пришел и за 20 долларов... Но в следующий раз ты уже не сдавал эти что-нибудь. Нет, но это была проверка. Но это главное. Но мне стало стыдно первый раз в Америке. Вот, так и назовем сюжет. Как стало стыдно первый раз в Америке. То есть, то, что ты кушал там... Мне нет, тогда мне не стало стыдно. Ну, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!